На круглом столе, который прошел в рамках 23-го фестиваля «Братьяна», коллегам было о чем поговорить и друг с другом, и с представителями власти. Глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный рассказал о наболевших вопросах, которые волнуют местных жителей, и призвал журналистов к сотрудничеству в решении актуальных проблем. Ни для кого не секрет, что от подачи информации зависит многое. Журналисты могут раздуть скандал из самого незначительного повода, а могут и погасить социальную напряженность, объективно отражая мнения разных сторон и тем самым помогая им услышать друг друга и найти компромисс. Таким образом, «Братьяна» стала местом открытого диалога власти и СМИ. И в этом диалоге рождались перспективные идеи. Председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева обратилась к главе Дмитровского городского округа с деловым предложением. У вас в Дмитрове есть целые поросли молодых будущих, возможно, журналистов. С ними много лет работает Доля Екатериничева. Пошлите их на курсы, которые организовал Союз журналистов России, учебный центр. Пусть они растут, и тогда они будут вашими помощниками, рассказывая и области, и стране, вот все, что здесь происходит интересного. А земля у вас действительно очень. Богатые и интересные. На круглом столе участники «Братины» говорили о судьбе региональных СМИ в эпоху цифровизации. Союз журналистов России – одна из крупнейших в нашей стране и в мире творческих общественных организаций. Его председатель Владимир Соловьев лично присутствовал на телефоруме впервые. Главной задачей Союза журналистов России он считает помощь журналистам в самых разных ситуациях – от повышения квалификации до юридической защиты. Владимир Геннадьевич сам начинал журналистскую карьеру с работы фотокорреспондентом в Ногинской районной газете. Потом была армейская газета «Суворовский натиск», работа слесарем на заводе, журфак МГУ, а затем и международная тележурналистика. Владимир Геннадьевич в качестве корреспондента прошел семь войн, десять лет проработал в Югославии, поэтому удивил братенщиков, свободно общаясь с сербами на их родном языке. Профессиональное общение без границ в прямом и переносном смысле – одна из особенностей Братины. Все участники встречи признают, что она была весьма продуктивной. Такие площадки нужны. Это очень важно, потому что люди встречаются, журналисты встречаются, делятся опытом и, соответственно, улучшают свои телевизионные компании, свои какие-то возможности, потому что сейчас время бежит, и за ним многие не успевают, и многие задают вопрос, что умрет телевидение, не умрет телевидение, интернет все-таки впереди. Нет, интернет – это просто еще одна площадка для информирования. Дата проведения фестиваля «Вся Россия» и дата проведения фестиваля «Братино» не совпала. И это позволило принять участие руководителю, председателю Союза журналистов России Соловьеву Вадимиру Геннадьевичу приехать в гости к коллегам. И вот общение было и продуктивным, и полезным, и неформально теплым. Это неудивительно, потому что он сам телевизионный журналист, и многие вопросы, многие проблемы, которые были озвучены здесь, ему понятно и знакомо. Фестиваль «Братино» – это прекрасная идея. Мы в Союзе журналистов, конечно, будем помогать и поддерживать работе этого фестиваля. И очень хорошо, что он есть, и надеюсь, что он будет продолжать свою работу. На Ваш взгляд, какова значимость региональных СМИ сегодня? Для нас, в Союзе журналистов, региональные СМИ – это наша опора. Потому что это те СМИ, которые доходят непосредственно до каждого человека на месте, и которые объясняют и рассказывают, что происходит в каждом городе, селе, в каждом районе. И пытаются решить проблемы. Это именно те самые люди, на которых наша журналистика держится.